Ребятам из Чистцовского клуба рукопашного боя «Воин» раньше бывать в настоящем отделе полиции, слава богу, не приходилось. Именно поэтому ощущения у них двойственные. С одной стороны, любопытно, с другой – непривычно. Экскурсию по своему подразделению проводит подполковник полиции Фёдор Каналы. Вот этот вот холл перед залом непосредственно оперативного дежурного. Небольшая комната для работы с задержанными. Здесь их зафилоскопируют, фотографируют. Тех лиц задержанных за административное правонарушение, либо преступление. Большой интерес у ребят вызывает помещение дежурной части, куда сходятся все нити управления отделом и где идет непрерывная обработка оперативной информации. Ребята наносят визиты участковым уполномоченным, инспекторам отдела по делам несовершеннолетних, знакомятся с огромным, добрым и очень стеснительным заместителем командира взвода патрульно-постовой службы Александром Лобачевым. Кстати, совсем недавно он произвел резонансное задержание серьезного правонарушителя. Ребята, половина у нас хотят поступить в военное училище или стать сотрудниками МВД. Я тоже бывший сотрудник МВД, служил в войсках и потом ушел в отряд специального назначения, чтобы ребята увидели, что сотрудники у нас выполняют, какие цели, для чего вообще нам отдел нужен. По-настоящему ребята притихли после посещения камер для временно задержанных лиц. Конечно, интересно, но наверняка каждый хоть на секунду примерил к себе ситуацию, при которой в таком неуютном помещении можно провести несколько не самых приятных часов. Возможно, этот момент экскурсии дал самый сильный профилактический результат. Камеры. Камеры были самые впечатлительные. Мне понравилось все. Очень много всего интересного узнал. Послушал сотрудников. Мне все понравилось. Мне очень понравился Кубинский отдел полиции, особенно дежурная часть. Дежурная часть меня очень сильно впечатлила. После экскурсии с ребятами провели небольшую профилактическую беседу. Возможно, это было уже лишним. Но, тем не менее, от сложившегося порядка отступать не стали. А затем юные члены клуба рукопашного боя «Воин» показали сотрудникам полиции свои навыки. Не просто поверить в то, что приобрели они всего за полгода занятий. Я уверен, что такие встречи, они идут на пользу. Потому что сотрудникам интересно посмотреть, кто у них живет на территории. Не только под учетный элемент, но и... Потому что, сами понимаете, полиция все-таки больше занимается несколько другой категории граждан. Но и детям, прежде всего детям, им тоже, я думаю, интересно. Может быть, некий дух романтики в ком-то проснется. Почему нет? Профессия у нас достаточно романтичная, на мой взгляд. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.